Острая крапивница У детей чаще всего именно острая крапивница Она один из важнейших веточек, аллергических заболеваний в педиатрии Если учесть, что по распространенности от 4-5% до 14% А сейчас идет рост острых крапивниц, в том числе в детском возрасте То есть у детей до 15 лет То это такой достаточно большой блок Вот сейчас, несмотря на то, что как бы у нас все хорошо уже с погодой в природе Сейчас идет рост крапивниц Вот он сезонный Это всегда так Значит, что у нас получается? Это острое заболевание, которое может быть хроническим Но у детей это бывает ближе к подростковому возрасту Совершенно разного генеза У малышей это чаще всего все-таки пищевые аллергены Это может быть бытовые, эпидермальные, пыльцевые, перекрестные И, что очень важно, инсектная аллергия Вот реакция на укус и ос Это ангиотек, то есть отек к венке, как его раньше называли И острая крапивница И она может быть очень тяжелой У меня часть детей Это дети, которые вот не вот отекла ручка вместе укуса И почесалось, и все прошло А длительные рецидивы Острые крапивницы с подъемой температуры Значит, сама крапивница делится на, условно говоря, две основные группы Чисто аллергическая, опосредованная сломом в иммунной системе То есть иммуноглобулина Е-реагиновая И другого генеза Токсическая Вот накрасители, ароматизаторы, стабилизаторы, эмульгаторы, консерванты, приправы При увлечении родителей большого количества приправ в пищевой промышленности Соответственно, эти крапивницы, они немножечко отличаются от истинных атопических Чем еще? Значит, они могут быть легкой формы Когда просто сыпануло, как бы страшно это не выглядело Это как бы, ну, быстро довольно для ребенка проходит И могут сопровождаться отеком суставов, гортани Бронхоабструктивным синдромом Быть с высотой температуры выше 39 То есть это такое достаточно злое осложнение Когда требуется госпитализация, иногда внутривенно капельного введения лекарства То есть уровень крапивницы может быть разный Вот если укусили в ручку и отекла местная ручка, можно не беспокоиться Здесь ничего этого не будет А вот если укусили в ушко, отекли губы, потом отекли суставы на ножках И он начинает сухо покашливать, вот тут беспокоиться нужно очень сильно Потому что здесь идет ангиотек с крапивницей Причем это острая распространенная реакция, нелегкая Крапивницы это истинная классика аллергии Это реакция немедленного типа От момента, когда вы съели аллерген Или вас укусил аллерген Или вы медикаментозно получили аллерген До момента, когда развивается клиника Проходит от полутора-двух минут до получаса Редактор субтитров А.Семкин